Звычайно, мода каяжится у нас с молодыми, встроенными учинами и экстра-сучасными строями. Выстава, которую пропадает нам в Музею истории религии, ломает треативы на фрукции. Она присвечена исторической моде конца 18-го, начальника фрукции, и не просто моде, а вот и участие. Как ты делаешь? Где ты делаешь? Где ты делаешь? Где ты делаешь? А ты, кто заветал на открытию выставы, смог на уласном досвиде оценить, навод пригожусь к песням и танцам эпохи индизма. Божество и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я рада приветствовать вас на открытии выставки. И уже было озвучено, что выставка называется «Как дэнди лондонский одет». Это был тип, между женщинами, не только модный, гламурный, как мне сказали, это был тип социальный. Я гибал, стал на хвале боротьбы, на хвале боротьбы второй английской аристократы, супрать новой буржазии. Это, ну, варыши, выскочки, их отсекала культура дэнди. Ну, кто ж они были такие, как дэнди? Нам поставили предметов срокаистых музеев, другой половы, 18-го, 100-го, 1-го половы, 20-го. Мы с вами теперь попробуем познайомиться с дэнди. Как говорится, только один раз бывает первый раз, а потом уже как жизнь покажет. Но наша сотрудничество выросло на выставку. Идея, как говорилось, только возродилась в этом году. И мы, как с нашей коллекцией разных, думали, что показать. Ну, мы дали, как говорится, для Ритя сама, она посмотрела, что у нас в экспозициях в фондах есть. И решила показать что-то, что мало показывает, значит, про мужчин. Все их некоторые ругают. И мы, как и делали, эту выставку начали делать. Некоторые предметы мы не хотим, как говорится, везде, во всех странах все. Идет борьба с курением, борьба с пьянством. Но предметы связаны с этим, и курительные трубки, табакетки, бокалы. Но это уже история, это предметы искусства, а не какой-то порог. И мы привезли около 300 предметов разных. Здесь показаны не только наши предметы, но и из вашего музея. И мы надеемся, что эта выставка вам понравится. Это так сегодня важно для мужчин быть пригожим и привабным, как некогда это было для лондонского дэнди. Есть, только в общем, не всегда мужчина этим занимается. Потому что забывает, что надо делать. Не только красивый для себя, для других. Я как директор «Надо» каждый день носил галстук. И я решил, чтобы галстуками носить, я другой предмет придумал. И он, если такой, он появился. И как бы галстук, и как бы украшение. Человек должен всегда прекрасно выглядеть. Как говорил Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и мысли, и одежда. А вы сидите в лондонских дэнди, и вы кажете с ужасной лондонами, и вы не слушаете вот это? Я тоже, конечно, не знаю, другим мире пару таких вещей. Я люблю тоже так красиво одеваться. И также красиво находить и радовать друзей.